Мы с вами живем в удивительное время, для которого уже не такой актуальной становится проблема фейков, то есть лживых сообщений и новостей. Но не спешите радоваться, проблема не решена, а становится только хуже. Люди чуть постарше поймут аналогию с фразой капитана Врунгеля. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. У нас сейчас уже не война фейков, а война определений, война дефиниций. Пусть это слово и очень не нравится одной уважаемой леди. Я объясню на простом примере. На мне сейчас красный галстук. И дефиниция, ведущая в красном галстуке, не вызовет в вас никаких эмоций. Это просто констатация факта. Но если немного поменять дефиницию в удобную кому-то сторону, восприятие меня сразу радикально изменится. И заголовок «ведущий в кровавом галстуке» тут же эмоционально демонизирует меня и придает мне не только негативный образ, но и псевдоприступный, и псевдозловещий. Хотя галстук на мне просто красный. И эта война о дефиниции уже повсюду. Просто не все знают, что идет война, и не все ее видят. И что для победы в этой войне важны два фактора. Сообщить свою дефиницию нужно обязательно первым. И тогда тот, кто прочел эту дефиницию, уже заведомо будет склоняться к восприятию события именно через ее призму. И второе. Этой дефиницией аудиторию нужно долбить, долбить, долбить. Повторять как можно чаще, чтобы она въедалась в мозг. Давайте на примере. Что вы скажете, если прочтете, что в условной Франции неизвестные опустили под откос поезд из десятки погибших и сотни пострадавших? Наверняка, если опустить нецензурные слова в адрес этих неизвестных, вы самостоятельно придете к простой, но разумной дефиниции в адрес этих неизвестных. Террористы. Но когда очень нужно для кого-то, обычные убийцы и обычные террористы становятся кем-то другим. Это работает как с красным галстуком, только наоборот. И куда более топорно и примитивно. Но зараза такая. Для какой-то части населения это, увы, работает. И это печально. Рельсовые партизаны в Беларуси. Вы же читали такие дефиниции, правда? Вводные данные простые. В Беларуси есть приверженцы террора для якобы достижения политических целей. Это террор и терроризм, и ничего более. Но если террористов назвать партизанами, то это как бы уже не преступление, а борьба за что-то. Праведное и справедливое. Партизанами, белорусских террористов, что иронично, называют по указке кураторов из Украины. Или Литвы, или Польши, это несущественно. Ирония в том, что все эти страны открыто отвергают подвиг советских солдат и партизан. Для Киева, Варшавы и Вильнюса все советское это плохо. Партизаны, помогавшие советам, тоже плохо. Ведь они помешали остаться так любимому Киевом, Варшавой и Вильнюсом Гитлеру. Но когда нужно, можно и не обрезговать героизацией партизан. Но в сомнительном векторе. На Украине находятся те, кто раздает задания рельсовым террористам в Беларуси, называя их публично партизанами. Но вот нюанс. 2015 год. Заголовок из Украины. Террористы пустили под откос поезд с рудой в Запорожской области. До 100 килограммов в тротиловом эквиваленте взорван мост, повреждены 18 из 55 вагонов с рудой. Жертв нет. Но представитель МВД Украины использует определение диверсия. А СБУ начинает контртеррористическую операцию. То есть тогда те, кто взорвал железную дорогу, были террористами. Потому что они ими являются по сути. Но как о ровно тех же взрывателях мостов и железнодорожного полотна, но уже в Беларуси, говорит все та же киевская проамериканская пропаганда. Говорит партизаны. Сделать из террористов партизан несложно. Меняешь слово и все, кажется. Но нет. Партизаны, знаем мы из детства, из уроков истории, очень часто ужасно страдали, попадая в плен. И вот по щелчку пальцами террористы превращаются в партизан. А задержание в плен. А абсолютно объяснимое жестокое задержание подается как страдание невидных. Читаем экстремистский телеграм-канал. В Беларуси стреляли в рельсовых партизан. Известно, что против партизан применили оружие на поражение. Как минимум два человека ранены, один находится в больнице, остальным тоже потребовалась медпомощь. Какие-то люди пытаются пустить под откос поезд, что является терроризмом даже по версии МВД и СБУ Украины. Что делают с террористами? В них стреляют. Во всем мире. И будут стрелять. И будут стрелять в террористов и в Беларуси. Я вам это гарантирую. Но в чем ложь? В дефиниции применили оружие на поражение. Ребята, если бы хотели поразить и убить, убили бы. Применив для этого другое огнестрельное оружие и другие патроны. У пули есть убойное действие. Характеристика, описывающая вероятность причинения смерти. И останавливающее действие. Характеристика, описывающая степень потери способности совершать преступное действие. По-простому двигаться. Первая пуля убивает, вторая останавливает, если очень коротко. Я повторю фото из экстремистского телеграм-канала. По задержанному террористу стреляли. Но пулями с останавливающим действием. И не по корпусу, а по ногам. Это проявление чрезвычайного гуманизма. Ноги до свадьбы заживут, если кто из задержанных не женат. Если бы у железной дороги по террористам работал антитеррор, то ножки у террористов были бы целы. Но была бы одна аккуратная дырка во лбу. И как по мне, чем у большего количества террористов будут дырки во лбу, тем спокойнее будет жизнь во всем мире. Негуманно, конечно, но, как по мне, справедливо. Но война дефиниций на этом не заканчивается. И про американскую пропаганду признать поражение сложно. Якобы партизаны, якобы неправомерно задержаны, с якобы стрельбой на поражение. Хотя все живы. Что можно придумать еще? Подключается уже и польская пропаганда, которая работает синхронно с киевской. Куратор ведь один и тот же. Террористам якобы стреляли по коленям уже после задержания. И правоохранители якобы совершили зверство. Повторим то самое фото. Для начала замотаны скорее бедра, чем колени. Ну да ладно. А вообще стрелять по ногам при задержании – практика обычная. Допускаю, что какая-то пуля попала в колено. Выпустившему ее бойцу нужно выписать премию за меткость. Я напомню, что если бы по этим террористам работал антитеррор, у всех террористов была бы дырка во лбу. И никаких коленей. И как по мне, это справедливо. Но, возможно, вы не обратили внимания на фото на одну самую заметную вещь. Террористу якобы жестокие правоохранители оказывают медицинскую помощь, заботливо уложив головушку без дырки во лбу на свои колени. Что версию об издевательствах после задержания как-то опровергает, разве нет? Что делать в этой войне дефиниции, когда террористы подаются как партизаны, нежные в такой ситуации задержания, как чудовищные пытки, а галстук из красного превращается в кровавый? Есть надежный способ никогда не проигрывать. Не играть. Не проигрывать в войне фейков – это говорить правду, не виляя и не заигрывая с аудиторией. А правда очень простая. Любой террорист в Беларуси, включая рельсовых террористов, схватит пулю. Вот и все. А в ногу или в голову – это уже нюансы. Для террористов, впрочем, этот нюанс кажется мне важным. Редактор субтитров А.Семкин